Здравствуйте дорогие друзья с вами Эдуард Петер и сегодня я хотел бы вам показать как я делаю свои натюрморты. Сразу хочу оговориться что фотошоп у меня на немецком и учил я его на немецком поэтому мой перевод может быть немного неправильным но так как мы используем видео и я буду делать клавиатурные подсказки я думаю что все будет нормально и так мы начинаем для начала мы с вами продублируем наш основной слой для этого используем вот это сочетание теперь возьмем волшебную палочку и выделим наш фон зажимая shift можем постоянно добавлять участки выделения если будут ошибки которые неизбежны при этом способе то мы можем взять быстрое выделение инструмент и нажав клавишу alt то есть минусуя убрать не нужно поправить все для того чтобы выделение было мягким края я использовал вот такие параметры мы зайдем сейчас канал и увидим что у нас создался альфа канал он нам нужен для того чтобы впоследствии удобнее работать мы уберем выделение и нам нужна структура для создания структуры я взял вот такую картинку скопирую в буфер и введу вот сюда нашу картинку так как она немножко больше мы ее уменьшим пропорционально для того чтобы уменьшалось зажимаем клавишу shift вот а теперь когда все в порядке мы изменим метод наложения у меня он называется мультиплицирован вот 4 сверху плотность можем уменьшить наложение и так как структура легла на наши книжки то нажав на кнопку маски мы тем самым легко уберем ненужную структуру с наших предметов чтобы не было краев жестких между нашей структурой и нашими предметами мы можем уменьшить плотность самой маски ну до 70 процентов если мы видим что на нашей картинке есть кое-какие огрехи и не все выделилось как примеру вот в этом случае то взяв волшебную палочку еще раз выделяем нужные места и встав на маску кликнув туда берем кисточку с белой краской и прорисовываем все по новой готово с помощью комбинации вот этих клавиш ctrl shift alt e мы добиваемся того что у нас из троев слоев создается один а нижние слои остаются в целости сохранности мы всегда к ним можем вернуться теперь мы можем работать дальше для того чтобы придать художественной нашей картинке я выбрал вот такой фон ввел его в нашу картинку так как он немножко меньше это не страшно мы его сейчас увеличим вот таким способом и метод наложения мы возьмем мягкий свет все хорошо но зеленым накрыла практически все в том числе листы нашей книги вот это нужно поправить мы воспользуемся маской и теперь уже черным цветом с плотностью кисти порядка 50 процентов начинаем аккуратно протирать те места где у нас слишком много зеленого наложилось вот так плотность слоя тоже можем немножечко поиграть уменьшить увеличить плотность маски создаем новый слой наложим цветовой баланс с маской и поиграем здесь с медвежками вот и теперь немножечко уменьшим действия красноватого оттенка ну теперь более-менее хорошо теперь надо поработать как бы со светом создадим еще один слой и представим себе что свет идет слева сверху чтобы имитировать свет достаточно продублировать наш картинку и затемнить ее где-то примерно вот так теперь мы возьмем кисть черный цвет а вот укрывистость кисти теперь надо свести до почти 25-26 процентов и начинать протирать эту маску для того чтобы появлялись более светлые пятна создать впечатление что вот здесь с левой стороны у нас идет освещение слабое но тем не менее действенное вот так делать надо это аккуратно возможно сразу не получится но навыки они приходят со временем Далее мы можем укрывистость нашей кисти увеличивать и протирать уже более смело светлые участки, зная где это все находится. Вот так, где-то 50 процентов и уже здесь можно не бояться так накладывать световые пятна. После того как закончили с книжками приступим к фону, здесь аккуратно тоже будем протирать, но не переборщить конечно нужно. Готово. Вот и теперь идем от обратного. Продублировав слой, мы высветим его до безобразия. И инвертировав маску, взяв белую кисточку, мы теперь можем еще сильнее увеличить наши рефлексы. Но опять же напоминаю, не старайтесь сразу же укрывистость кисти делать слишком большой, начинайте постепенно. Вот так. Если нам понравилось, то мы можем сейчас взять наш прежнюю картинку, она довольно таки светлая. Видите. И сымитировать теперь луч света. Для этого я беру градиент, и вот такой градиент. Вот этот. Не знаю как он называется, но вы поняли о чем я. Наносим последний штрих. Возьмем нашего врага. Это шумы. И добавим их в нашу картинку. Тем самым мы ее как бы немножко состарим. Ну я примерно 3% взял. Если мы видим, что этого многовато, то мы можем ослабить это действие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok